Слава Богу, братья и сестры, мы молим здесь быть, так это прекрасное пение, прославление прошло. Слава Богу. Знаете, это каждое служение Бог говорит нам, говорит через проповеди, говорит через песнопение, через свидетельство, через братьев и через сестер. И за последнее время, если мы были внимательны, было ударение или акцент на духовный рост, на возрождение человека, на того, чтобы нам возрастать духовно от маленьких младенцев и пройти все эти этапы, о которых мы слышали. И мы все понимаем, насколько это важно для каждого из нас. И мы должны это понять. И мы должны понять то, что как для нашей поместной церкви, как для всех людей, так и для каждого из нас лично важно то, что Бог говорит нам через служение, через песнопение и через разные другие моменты и обстоятельства в нашей жизни. Знаете, если я в чем-то нуждаюсь, если человек в чем-то нуждается, то они будут искать того, в чем они нуждаются. Это элементарно, так оно получается. И часто мы так сосредоточены на то, чтобы найти именно то, что мы хотим, то мы можем не заметить, когда нам предлагают лучшее. Например, это в жизни, я также это заметил в своей жизни, если я, например, хочу какую-то машину, конкретную машину, марку, модель, год даже, то я настолько сосредоточен на то, чтобы получить именно эту машину, что я не замечу, если другая получая машина придет или обстоятельства так сложатся, что я смогу купить другую машину. Да и больше того, если я выезжаю в церкви, выезжаю на работу, я только буду видеть ту машину, о которой я думаю, ту машину, о которой я хочу получить, ту машину, о которой я мечтаю. И нечто подобное я заметил в одной истории, которую мы читаем в Евангелии Иоанна. Это история, которая ни разу же упоминается в нашей церкви, мы каждый ее знаем. Это за самарянку, которая беседовала с Иисусом у колодца. Она пришла почерпнуть воды, у нее была конкретная цель, у нее была конкретная причина, почему она там находилась. И она пришла, чтобы утолить физическую свою жажду. Это была ее нужда на тот момент. И когда Христос, разговаривая с ней, предлагает ей нечто лучшее, нечто большее, она даже не слышит его, она даже не замечает и не понимает о том, что он ей говорит. Например, в 10 стихе Христос говорит ей, что «Если бы ты знала, кто тебе говорит «дай мне пить», то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Потом продолжается разговор дальше в 14 стихе. И Христос говорит «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». И женщина, она настолько сосредоточена на том, чтобы получить ту воду из именно того колодца, она даже не понимает, что Христос говорит ей. Она говорит в первом стихе, который мы прочитали, что «у тебя и почерпнуть нечем», думая, что речь идет о том же колодце. Потом, во втором примере, она просит этой воды, чтобы ей не приходить больше к этому колодцу. Все ее ответы, они показывают, что она все еще сосредоточена именно на этот колодец, именно на эту воду. Но Христос, Он предлагал ей нечто лучшее, нечто большее, чем то, в чем она на тот момент нуждалась. И мы читаем, как этот разговор между Иисусом, между Самарянкой заканчивается. После того, как Иисус ей открывает о ее жизни, после того, как Иисус говорит ей о поклонении, мы читаем в 25 стихе. «Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Из этого стиха мы видим, что женщина на каком-то уровне, до какого-то определенного уровня своей жизни, она ожидала Иисуса Христа. Она ожидала Мессию, что Мессия, Он придет, что есть Мессия, что Он придет, что Он ответит на все ее вопросы, Он сделает, чтобы все было правильно. Она ожидала и она нуждалась в Иисусе Христе, в Мессии, и как она этого понимала. Иисус отвечает ей очень коротко и очень ясно в следующем стихе. Иисус говорит ей, «Это Я, который говорит с тобою». Здесь это интересно то, что Христос, Он открывает проблему, Он открывает нужду этой женщины в этом примере. И Он не только открывает ей проблему, не только открывает ей нужду, но Он и сразу дает ей ответ в том, в чем она нуждается. И это нужда ее сердца. Намного глубже, чем просто физическая жажда. Это жажда души, это жажда сердца и жажда духа. Один человек сказал, что тот, кто создал сердце, знает, как лучше всего ответить на нужды сердца. Мы часто, может быть, находим себя в разных обстоятельствах, где мы пытаемся найти какой-то ответ на какую-то душевную нужду, на какой-то душевный вопрос, и все это решить физически. Но так оно мы часто также находим, что оно не всегда так получается. Только тот, который создал сердце, может удовлетворить ту нужду сердца. И история этой женщины, о которой мы читаем, она начинается с тем, что она ищет того, чтобы утолить физическую жажду. Это была ее нужда. И заканчивается тем, что она находит ответ на нужду сердца, на нужды души, которая была в ней. И Христос все это ей показал и все это ей открыл. И мы, приходя сюда, мы все сюда приходим с определенной целью. Обычно прославить Бога, поклониться Богу, так провести служение, чтобы Богу было угодно, чтобы друг друга поддержать, за друг друга помолиться. И часто мы сюда приходим со своими нуждами. Мы приходим с конкретной нуждой, и мы приходим с ожиданием получить конкретный ответ на ту же конкретную нужду. И Бог, Он отвечает. Я верю, Он отвечает. У каждого из нас есть свидетельства, как Бог чудным образом отвечает. Либо то через слово, либо то через пророчество, через молитвы, через обстоятельства. Бог всегда отвечает. Нам только нужно быть внимательным Его слову. Но часто мы можем иметь вопрос или мы можем иметь нужду, и мы уже воображаем ответ на эту же нужду или на этот же вопрос. Мы имеем какое-то понятие, как этот ответ выглядит. И когда-то получается, то Бог может послать ответа, но Он не соответствует ответу, как мы Его воображали. И тогда мы это отталкиваем и не замечаем то, что Бог предлагает нам лучше, а то, что Бог предлагает нам ответ на ту же нужду, которую мы просим. Или, может быть, мы даже о которой не знаем, но душа наша, наш дух просит у живого Бога. И эта история, эти стихи, которые я прочитал, я думаю, хорошо их можно подытожить. Одним стихом, который записан в 33-м псалме, 9-й стих. «Вкусите и увидите, как благо Господь». Женщина, она пришла, чтобы найти ответ на ее физическую нужду, на то, чтобы утолить ее физическую жажду. Но она пережила эту встречу с Иисусом Христом, она пережила эту встречу с Спасителем, с Мессией, которую она ожидала, которого она сначала даже и не узнала, и она вкусила, как благо Господь. И также хотел бы для нас это поощрить каждого из нас, что, как я уже напомнил, у каждого из нас есть нужды, у каждого из нас есть вопросы, к которым мы приходим, чтобы мы не имели уже воображения, как это должно быть, чтобы мы не ставили Бога в определенные рамки, в которых Он должен действовать в нашей жизни. Потому что Бог не действует так, Бог разнообразно говорит каждому из нас. И смотрите, что получается дальше в этой жизни. В этой примере с Самарянкой, когда мы только что говорили о ней, она была очень сосредоточена на свою нужду, очень была сосредоточена на ответ, как она его воображала и не увидела, и не услышала, и не поняла, когда Христос предлагал ей нечто лучшее. Но после того, как она пережила эту встречу с Иисусом Христом, смотрите, что происходит. Она идет и она проповедует. 29 стих этой главы. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему». Эти люди, они легко могли сказать, «А, ты не знаешь, что ты говоришь, мы ожидаем такого-то мессию, мы так его воображаем, этот человек, которого ты объясняешь, это не он». И они могли бы остаться дома и пропустить этот шанс, который они имели на спасение. Но они пошли, они все встали и пошли. И эта история заканчивается тем, что в 41 стихе еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами услышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос». Они отозвались на этот голос, на голос Иисуса Христа, который говорил через эту женщину, которая пережила встречу с Иисусом Христом. Они пошли, они сами узнали, и они сами услышали, как благ Господь. Поэтому для нас такой пример, чтобы послужил к тому, чтобы мы, прося у Бога о каком-то ответе, прося у Бога о каком-то вопросе, чтобы мы ожидали, мы уже не делали себе воображение, как это должно быть, как Бог должен будет действовать, но чтобы мы были чутки голосу Духа Святого. И дай Бог, чтобы мы были внимательны Ему Слову, Слово, которое проповедуется, Слово, которое поется, когда мы поем Ему хвалу в песнопении, Слово, которое, может быть, наш ближний брат или сестра могут сказать нам, чтобы мы были чутки и внимательны голосу Духа Святого, и дали Ему говорить каждому из нас, и чтобы мы все были участниками общения с Иисусом Христом. Как написано, «Вкусите». Здесь призыв к действию. Не то, что будьте просто смотрите со стороны, а действуйте, вкусите, как благ Господь. И чтобы мы все могли пережить, мы все, многие из нас, если не все пережили эту встречу с Иисусом Христом, нужно идти дальше, как мы уже не раз слышали, то, что духовный рост продолжается в жизни каждого из нас. Он не должен останавливаться ни в любом брате, ни в любой сестре, потому что то, к чему мы стремимся, это быть более и более похожи на характер и на образ Иисуса Христа. И, конечно же, вечная жизнь. Поэтому дай Бог, чтобы каждый из нас пережил это общение, чтобы мы, приходя сюда, переживали это общение в песнопении, в славословии, в чтении, слушая проповеди, которые Дух Святой говорит через братьев, чтобы и через это мы переживали общение с нашим Иисусом Христом, и мы могли вкусить, как благ Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok